Никита Камадэй 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 Новый год Новости сначала хорошие или сначала плохие? Сначала хорошие А снимать на камеру или быть самому в кадре? Самому в кадре А чаще как получается? Чаще получается в кадре конечно же Но люблю снимать тоже Если бы я мог бы раздвоиться То есть второй бы Никита появился Я бы себя снимал и были бы самые крутые Самые клипы Ну такой намек твоему видеографу Заниматься спортом или смотреть спорт? Заниматься Верить в гороскопы или верить в себя? Верить в себя Нырнуть на глубину или залезть на вершину? Порой чтобы залезть на вершину нужно нырнуть в глубину Ой как глубоко копнул Для того чтобы так высоко подняться Ладно Ну и последний самый сложный вопрос Шуфлик или лопатка? Шуфлик снимает поверхностно А лопатка роет глубоко Лопатка Ну в общем ты знаешь что такое шуфлик получается Вы имеете ввиду шуфель? Ну да Тогда лопата Да Ну в общем ты знаешь что такое шуфлик и что такое лопатка Это здорово Ты знаешь не все с нашим последним вопросом Блиц опроса в такой дружбе и так понимают как ты Вот это здорово В такой дружбе с шуфликом и лопатой Да Да Видно что не только микрофон но еще и к жизни ты приучен Все самый сложный вопрос позади Давай с тобой поговорим о жизни С удовольствием Сейчас уже какой 11 апреля 2023 года Расскажи что ты уже успел сделать за этот год За этот год я успел написать две песни Сделать на них аранжировки А точнее три песни Нет Написал я эту песню которую мы сегодня представим в том году Но написал еще две в этом году Сделали три аранжировки А значит в процессе уже запись Через месяц выходит песня выпускной Обалденная в таком роковом стиле Альтернативный рок Очень крутая В июне выходит песня Мы будем петь всем коллективом Серебряной трилью Голдом Вот она такая общая с посылом о добре О мире О дружбе О детях В общем на день защиты детей Мы будем признавать песню Месяц Два месяца Предстоят Насыщенные такие И прорывные Ну вот апрель Это уже какой у нас Четвертый месяц Года У тебя в среднем уходит два месяца На композицию Ну не всегда Не всегда Это я сейчас так Что так у тебя получалось В этом году я набрал разгон И надо Надо делать альбом Чтобы дать сольный концерт Надо Хороший альбом Угу Смотри вот у тебя Я посмотрел на ютуб канале Есть каверы на англоязычные песни Сам ты пишешь на русском языке И как оказалось Белорусская литература и музыкальная классика тебе не чужды Вот Для тебя как для музыканта Какой язык удобен в творчестве Итальянский Неожиданно А почему я не видел ничего у тебя в исполнении на итальянском Есть Почему Есть Да Есть На итальянском я пел на отборе На славянский базар Лары Фабиан Брукенвау А Или она на английском была Tell me his name I want to Нет На английском была На итальянском у меня есть в репертуаре Тоже похожие кроссоверы Итальянский очень певучий язык То есть в принципе и русский певучий И английский и белорусский Но итальянский вот этот кроссовер он Как-то я вот Угу Скажи вот у тебя появились песни на мове Как это случилось На мове На белорусском языке На белорусском языке Да 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 вот Песняров композиция Песняров Вероника Да мы пели с оркестром Достаточно 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 В небольшой срок Мне нужно было выучить И спеть их А песняры они Строят Свои композиции Свои произведения На таких Очень Далеких Нотах Я имею ввиду Друг от друга То есть в октаву То есть ты поешь внизу Пап Надо потом Наверх выходить Вот это не всегда просто Надо впевать просто песню И ну хорошо получилось Мы с оркестром Классно спели Я чрезвычайно был доволен Выступлением И Вероникой И Завушницами Супер Ну песняры молодцы Тут ничего не скажешь А в обычной жизни Ты владеешь белорусским языком? Не на сто процентов Поговорить могу Но надо Но буду думать То есть прежде чем ответить Ясно Известно что Музыка Слова и образ Это вот лишь часть того Что может привести к успеху Вот как ты думаешь Что еще нужно для того Чтобы стать популярным И узнаваемым? Надо Надо писать Надо делать Ну за счет Если за счет музыки Надо делать Надо делать свое Надо делать свое Надо делать свое от души То есть всегда найдется Свой слушатель Свой зритель Делать свое от души Не останавливаться Вперед И Рано или поздно То есть у тебя Появится аудитория Она будет расширяться Она будет тебя понимать Тебя чувствовать И все Это будет твоя публика Твой зритель Скажи Скажи Как ты думаешь Если артист Развивает свое творчество Не в столице Где есть Очень много Технических Моментов Пиар Раскрутки и так далее Ну а Развивает не в столице Да У него есть возможность Быть популярным И узнаваемым Сто процентов А какая разница Столицей Тут дело в том что У многих срабатывает Такой шаблон Что если я не в столице Значит я не могу быть популярным Абсолютно Или допустим Если я В какой-то стране Я не могу быть популярным Там в другой стране Творчество Оно ж настолько Оно как вот Как воздух То есть ты Особенно сейчас В двадцать первом веке Век интернета То есть ты залил трек Яндекс ВК То есть популярные Там медиаплощадки Да Аудиоплощадки Это же все разносится Ты можешь быть популярным Находясь Я не знаю Ну где-то вообще Или на Ачибе Непонятно где Вот Главное делать Хорошо Делать качественно Делать Продукт Вот такой А что для тебя Делать хорошо И делать качественно Скурпулезно Относиться К своему делу К творчеству Ну и конечно же Важно Следовать Каким-то течениям То есть трендам Звуки Звучание Звучание Голоса Что-то новое Вносить Опять же Делать свое Но вносить Что-то новое Как-то это нужно Все совмещать Компоновать Но это не просто Это не просто Это требует анализа Постоянного размышления Над этим Работы в студии Очень много студийной работы Кстати я хочу поблагодарить Пользуясь случаем Валера Гресик Это Аранжировщик Который сделал Аранжировку Эту и следующую Выпускной Пашу Березовского Который сводил Мастерил Записывал мой голос Они хорошие Профессионалы Понимают Меня И делают Классный продукт Ну Опять Возвращаюсь Это звуки Что-то новое Чем зацепить Угу Ты сказал вот Про тренды Да Про то что на слуху Там в плане звуков В плане лирики А скажи Это лишь нужно Для того чтобы Песня стала и музыкант Артист популярным Да А Как думаешь Смысловая нагрузка в текстах Она важна В наше время Да Допустим Если взять Некоторое время назад Вот Текст был очень важен Да Вот люди просто вслушивались В текст О чем слова А сейчас Есть такая тенденция Или Ну Сейчас какие-то Можно Не знаю Через нейросеть Сделать рандомный текст Приятные Популярные Биточки наложить И вот тебе хиток Есть Вопрос очень На самом деле сложный И неоднозначный Так как Я столкнулся В своей жизни С многими мнениями И своих друзей И знакомых И давних знакомых Я бы сказал Что тут Даже как-то вот Как-то звезды Должны сойтись То есть Можно написать Трек абсолютно Бессмысленный Но зацепить звуком Зацепить каким-то Стилем Да Звучанием Ну то есть Чем угодно Но опять же Текст Ты можешь слушать Песню два месяца И только потом Понять о чем вообще Песня Ну и начинать Начинать вслушиваться в текст Мы же английские песни К примеру Или там На другом языке Слушаем Многие не понимают текст Абсолютно Но слушают звучание Голоса Да то есть стиль Вот ну как бы музыка Первый Мне кажется в первую очередь Цепляет конечно музыка А потом текст Но на мой взгляд Текст очень важен Если ты Если ты пытаешься Что-то привнести в этот мир Что-то донести Какой-то месседж у тебя То текст важен Безусловно Важен Если ты не пытаешься Там я не знаю Ну выстрелить Как-то я не знаю Коммерцию С этого всего сделать То Ну смысл Всегда есть смысл Я Видел часть Твоих музыкальных клипов Не знаю Все или не все Казалось не все Творчество На итальянском я тебя еще не слышал Ну а я обязательно Послушаю Подсмотрел твое интервью И ты знаешь У меня такое Складывается впечатление Что ты такой Ну очень Очень положительный Отличник Положительный отличник Да это так Вот ты Просто положительный человек Со всех сторон И совсем И совсем не злой И совсем не злой Со стороны Добряк такой Да 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 Это я просто Это я просто домой прихожу И сразу начинаю рычать Ну Но Как человек Или в творчестве Да вообще Как человек Вообще в целом Вообще я добряк Я достаточно добрый Человек Бывает..конечно я и Сказану резко Вот И обидеться на меня могут Но это все Это все Ненастоящее Я понимаю Я внутри добряк очень хорошо отношусь К людям В целом И к друзьям Но люблю говорить прямо. Очень прямо. И этими строчками я подтвержу композицию, которую сегодня... Мы обязательно это послушаем. Тем более, песня называется «Мой путь». Она отчасти биографичная. Я почему тебя об этом спросил? Мне показалось, что это такая общая тенденция для белорусских звезд, для белорусского шоу-бизнеса. Хотя во всем мире истории есть разные. О том, что звезды там вляпались в свою историю. Какие-то моменты не самые положительные и самые позитивные. Как ты считаешь, почему у белорусских артистов таких историй нет или их мало? Или они просто широко не обсуждаются, не освещаются и вообще они нужны для карьеры, для популярности, для поддержки, для хайпа. Опять же, да. Спасибо. Ну, как тут сказать? Ну, возможно, я уверен, что такие истории есть. Не каждый их использовать хочет. И не каждому это надо. Пропиарить себя. Конечно, многие, да, немного ловят, так сказать, белочку и начинают там что-то придумывать, какие-то истории вспоминать. Это на общее обозрение и получить какой-то хайп. дешевые. Внимание, внимание, опять же, ну, тут зависит от репутации, опять же, артиста. Если он скандальный артист, да, почему бы и нет? Если этот человек положительный, он, у него какой-то определенный образ, однозначный, то зачем менять этот образ и отталкивать от себя публику, которую ты уже к себе привлек? Ну, тут такой вопрос неоднозначный. Да, кому-то это интересно, кому-то неинтересно. Я думаю, что у всех есть свои истории, и темные истории, и прошлое. Ну, опять же, кто как этим будет распоряжаться? И это мы с тобой плавно подходим к твоей композиции, которая называется «Мой путь». Здесь уже, наверное, не 100% какой-то собирательный образ, да, тут часть твоего пути есть, рассказанная история, то, что ты сам в себе прожил, прочувствовал. Скажи, вот, скажи, когда у тебя появилась потребность рассказать, если не всю свою биографию, то определенную часть уж точно, судя по названию? В 22-м году у меня зародилась идея сделать трек, который будет именно освещать мой путь, будет рассказывать обо мне автобиографически. Конечно, я не до конца еще сложил в голове текст, ну, а уж тем более музыку. И как-то я думал об этом, думал, особо не напрягал свой мозг, ну, так скажем, да, а в один прекрасный день сел просто и написал. Сел и написал, ну, было какое-то настроение такое, может, и чувство смешанное, сел, написал, и музыка как-то легла, все сложилось. Ну, все сложилось, главное, не наседать на себя. Вот, и все. Отчасти этот трек, ну, от большей части, конечно, это моя автобиография. Она не подробная там конкретно, но какие-то частички проскальзывают, школа, то есть, мой путь, там, лицей, все непросто было. Я думаю, что как и у каждого парня, в принципе, да, я думаю, что каждый парень, да и девушка, найдет в этой истории себя какую-то часть. То есть... Да, я полностью с тобой согласен, несмотря на то, что это твой путь, я тоже послушал какие-то мне знакомые, понятные моменты. Вполне себе можно услышать и понять, о чем идет речь, о чем песня, да. В пресс-релизе у тебя сказано, что эта песня «Мотиватор». Мотиватор, да. Да, мотиватор. Она как раз-таки... Да, да, вот скажи, кого и зачем ты хочешь замотивировать? Я хочу замотивировать молодежь, которая учится в школе, которая идет после школы в лицей, в университет. Многие сдаются, многие перестают в себя верить. После университета этот мир настолько, настолько обширен, настолько разнообразен в разных красках, что никогда не стоит из-за какой-то мелочи, там, да, или из-за чего-то опускать руки, расстраиваться. только вперед, веря в себя, веря в своих близких, через, понятно, через сложность, тернистый путь, но вперед и добиваться своих, свои мечты, свои цели, безусловно. Я так понимаю, это главный посыл трека, сквозь терник звездам добивайся своей цели, чтобы у тебя не было на пути, какие бы преграды не стояли. Я еще очень хотел сказать, что многих портит зависть. Многих портит зависть, и даже я этого касался. Тебе завидовали, или ты завидовал? Я завидовал, и я завидовал. Не постыжусь этого, потому что это человеческое чувство, оно присуще многим. Но главное вовремя осознать, что это не очень хорошо. Это чувство, которое тебя разлагает, оно тебе не помощник. Вот. Зависть надо пройти, переступить, убрать, заглушить, искоренить, и все, что с этим связано. И найти свой путь. А как ты это сделал? Найти свой путь. Как я это сделал? Я нашел свой путь. Ага. Надо найти себя, надо найти свой путь, надо найти то, что нужно тебе. И тогда ты поймешь, что зависть, а зачем тебе завидовать кому-то, чему-то, каким-то успехом, если у тебя есть свое, развивай свое, трать на это силы, на это трать энергию. Вот. Это, ну, это просто. Но к этому надо прийти, конечно же, прийти надо к этому. И я своим творчеством, своей вот этой песней пытаюсь немножко вот помочь людям прийти к своему. Свою белорусскую. Вот такая философия, да. Ясно. А скажи, насколько знаковая эта композиция для тебя? Сто процентов. Эта песня, она будет ключевой в моем сольном концерте, в моем альбоме. И сольный концерт я, скорее всего, назову «Мой путь». Она точка от «Точка прыжка», «Отклонамение», как это сказать, да? Точка опоры в твоем творчестве. Точка опоры, да. Отсюда все как бы начинается. Вот, несмотря на то, что эта песня пятая по счету, от нее все как бы стартует. Вот. Эмоционально. А ты уже немножечко рассказал о планах на будущее. На будущее готовится альбом. А еще где тебя можно будет увидеть? Какие проекты у тебя готовятся? у нас будет сольный концерт. Ой, сольный концерт. У нас будет юбилей нашей студии заслуженного коллектива Республики Беларусь. Серебряная трель. Юбилей состоится в декабре 23-го года. Мы планируем сделать все очень все красиво, красочно, ярко, шоу-балет, солисты. Юбилей будет проходить в городе Жодино, в Дворце культуры Белаза. Думаю, что будет интересно. Да, работает вся команда, работает Нелли Патариковна Амбарцумиан, ты наш руководитель, наш генератор творчества, силы, мысли. Работает Норианна Гаспарян, наш режиссер, замечательная, талантливая и хореограф, к тому же. Работает Ксения Ржевуцкая, наш сценарист, наша улыбка, наша энергия. Скажи, а летом ты выпускникам готовишь какой-нибудь подарок? Летом я готовлю выпускникам просто огненный трек, под названием выпускной, ну, как бы это ни звучало, да, выпускной. Я надеюсь и верю в то, что услышит каждый белорус, и не только белорус, этот трек, он тоже достаточно такой романтический, но, несмотря на то, что романтический, он написан в роковом стиле, такой альтернативный рок, и мне, кстати, этот близок жанр, мне было интересно проэкспериментировать, написать что-то, и аранжировка есть, вот в четверг, буквально через два дня, через день я еду записывать этот трек и уже доделать аранжировку, выпускники, ждите. Давай, поехали! А я своей дорогой и нет пути назад, солнце сгорает у меня прямо на глазах, дыхание переведу на плечо рюкзак, стрелка указывает путь на моих часах. А я своей дорогой и нет пути назад, солнце сгорает у меня прямо на глазах, дыхание переведу на плечо рюкзак, стрелка указывает Пусть на моих часах За спиной девять классов И было порою очень непросто Ниже среднего балла тестата И не застелена простынь Каждый день кто-то ломает тебя И все кажется невыносимым Если вдруг оступился, то встань, оттряхнись И выпрями спину Шаг за шагом, рассвет за рассветом Слышишь, двигайся дальше Время покажет, чего стоишь ты Лети в самолетик бумажный А когда перед выбором станешь Самое главное смело шагнуть Всех проси, улыбнись и шепни Я выбираю свой путь А я своей дорогой И нет пути назад Солнце сгорает у меня Прямо на глазах Дыхание переведу На плечо рюкзак Стрелка указывает Путь на моих часах А я своей дорогой И нет пути назад Солнце сгорает у меня Прямо на глазах Дыхание переведу На плечо рюкзак Стрелка указывает Путь на моих часах В общем Школа, лице, универ Работа, недостижимая цель Стремишься, хочешь сразить на повал Лучше настроить прицел Шаг за шагом, рассвет за рассветом Двигайся дальше, поверь Девять раз подстучишь На десятой откроется дверь Быть независимым Не за спиной, а в лицо Это моя природа Без страха по жизни Мысли как ветер Но как ветер свободный Годы подскажут тебе Просто-напросто Как надо жить В сердце мотору Понеслась, пристегнись А я своей дорогой И нет пути назад Солнце сгорает у меня Прямо на глазах Дыхание перемеду На плечо рюкзак Стрелка указывает Путь на моих часах А я своей дорогой И нет пути назад Солнце сгорает у меня Прямо на глазах Дыхание переведу На плечо рюкзак Стрелка указывает Путь А я своей дорогой И нет пути назад Солнце сгорает у меня Прямо на глазах Дыхание переведу На плечо рюкзак Стрелка указывает путь на моих часах А я своей дорогой И нет пути назад Дыхание на плечо рюкса Своей дорогой